Музыка Хочу вам сразу представить новую традицию, которую мы хотим заложить и истоки, которые лежат в усилиях школы по реализации и принятию новой педагогической концепции, которая называется «Успех 1205». Мы решили попробовать объединить нас на неких примерах того, как понимают успех люди, которые уже вышли из стен этой школы. Сегодня первые гости нашего проекта «Успех 12.5» – выпускники 11-летней давности, зрелости. Мы начинаем нашу встречу. Всем здравствуйте, Романов Андрей Борисович, кто забыл или не помнит. Собственно говоря, сейчас я представлю тех, ради кого мы собрались здесь и сейчас, чтобы вы смогли задать им интересующие вопросы. Меня зовут Кристина, да, уже так сказали. Училась в этой прекрасной школе. Закончила несколько лет назад. Десят? Да, да. И когда меня позвали, с удовольствием согласилась на эту историю, потому что, ну, во-первых, я правда очень люблю эту школу и самые теплые воспоминания у меня с тех времен остались. И мне очень интересно пообщаться вот с вами, ребят. Да, я закончил не 10-11 лет назад, а на год старше. Слушайте, это было прекрасное время вообще детства. Наверное, лучшее, что было, потому что потом я учился в театральном гузе и я долго не мог отвыкнуть от домашнего уюта здесь. Я поступил в театральный гуз, а здесь мы занимались, ну, вы понимаете, здесь у нас был тоже театр, где мы с Кристиной, когда мы бегали, у нас здесь ставились спектакли, ну, новогодние ёлки. Потом мы делали каждый год, мы делали по спектаклю. Сейчас у вас, наверное, такого уже нет, а просто взрослые, старшие пластики, и это было так круто. Саша, извините, вот история такая. Вот тут сидят тоже, вот, у меня отличники, извините, извините. Не отличники? Ну, у них все есть, там чуть-чуть два вижу. Да, что-то свои. Вот, да, смотри, вопрос следующий. Вот что бы ты посоветовал человеку, которому, ну, так, как ты учишься, на 5-4, учился? На 4-5, да? Ну, ну, там есть. В смысле, посоветовали, не себе. Не себе, нет, и вот они, вот. Те, кто уже старше, учитесь до двойки, ребят. Вот что такое, как комитет такой. Вот смотри, выложишь, выложишь мудритар. Спасибо, наш вечер подошло. Было же, ну, все так вот блестяще. А сейчас все-таки вот смотри, успех. Видите, вот что бы сказать такое, что вот, чего надо делать-то, что, учиться, что ли? Учиться? Да... Да нет, ну, давайте. Или увидеть чего-то, и на этом, и на этом, и на остальном, и все. Да увидеть, конечно, не знаю, это долгий философский разговор. Ну, на самом деле, надо, если кратко, то... Так, ну, девиз такой, ребята, и дальше. Вы сейчас не заставите думать долго, как это кратко рассказать. Все. Да нет, просто надо заниматься тем, что с вами любимым делом. Постараться, чем раньше вы его найдете, вот, что вы до самом деле хотите. Это может быть, уж думать... Недавно, надо тут собрать учителя и директора, я в школе катался на скейтборде. Вряд ли, это крутое дело для труда, но я думал, что это то, чего я хочу, мне было так круто. А потом я думал, нет, зачем кататься на скейтборде? Наверное, чтобы завоевать сердце девочек. То есть скейтборд был всего лишь инструментом, потому что потом это уже стало неинтересно. Вот, а в кино я пришел только, когда уже... Ну, я, кстати, жалею об этом, лично я, что я в этом возрасте, в вашем, не потратил время, там, не знаю, изучение драматургии. Я плохо учился, действительно плохо. Хотя можно было больше читать, потому что сейчас мне это дико... Сейчас мне это дико, этого дико не хватает в профессии. Дико просто не хватает. Лично для меня. Теперь понеслось. Давайте, смело, кто решительно, прямо граните. Да, Эля, приготовьте медаль. Обычно в школе такое бывает. Вот думаешь на них этот предмет, вот зачем я это учу? Вот мне это пригодится в жизни? Нет. Вот было ли у вас такое в будущем, что вы подумали? А вот это я учила не зря. Вот я думала, что не понадобится, а оно понадобится. Было наоборот, было. Блин, зря не учил. Но на самом деле я пришла в институт, у меня был такой предмет, как КСЕ, и там изучали естествознание, география, астрономия, физика. Это первый курс, общие предметы, и, значит, я прихожу на экзамен, и у нас был совершенно жуткий преподаватель, который вообще ничего не рассказывал. И мне надо было обязательно хотя бы на тройку сдать этот предмет, чтобы нормально пойти дальше, чтобы сдавать все это. И мне просто повезло, мне досталось астрономии. Я сразу вспомнила Рубена Лазаревича, все, что он нам там убивал. И именно благодаря этому. Поэтому вы, правда, никогда не знаете. И единственное, что могу сказать, у вас сейчас самое крутое время. У вас все время посвящено тому, что вы можете себе наполнять вашу базу, на основе которой вы дальше будете строить свое будущее. Я же не говорю, обязательно берите Толстого и вперед, война и мир. Хотя, например, рассказываю про Толстого. Андрей Борисович задал нам на лето Толстого. Я, естественно, мучилась, мучилась, мы произвели краткое содержание, прочитала краткое содержание, потому что надо было, надо было. Пришла в школу. И дальше Андрей Борисович начал рассказывать. А вот там, а он, а она. И потом война, а потом он и она. Опять, а уже другие он и она. И я думаю, так, я, наверное, что-то где-то читала. Вот, давай, давай, давай. А тут были сборы или разногласия какие-то во время снятия? Еще как? Так они чуть не убивали друг друга, правда? Перед каждой сменой у меня начиналось приблизительно так. Мне звонил Саша, говорил, все, мы завтра не едем снимать. У нас нету этого, этого, этого. Вот это не очень подготовлено, поэтому если не хотите, Кристина, то и не надо. У нас за четыре дня до съемок отказался артист. Который мы там, который мы уже сняли, потратили денег год до этого. Он за четыре дня отказался. Ну, здесь у меня истепить начал. А-а-а-а, что пропала? И все. И все, и Кристина приходилось это слушать, постоянно успокаивать. Да, и находить силы сказать, да все, мы сделаем это, да перестали. И Кристина в этот же день, когда она отказалась, когда сказала, все, жопу, не буду снимать фильм, не хочу, пойду играть выиграть. Да, и Кристина сказала, все, сейчас, и через час она нашла мне замену в актрису, которая в итоге снималась, если вам понравилась, наша тетя, да. Мы делали в России, наверное, один из первых, мы сняли экипокинку, попытались, во всяком случае, сделать это так, как мы это видим. Вот. Мы в Америке заняли пару призов, нас даже наградили призом ВСК Райвана, который создал Кристина, за этот портинг-драк. То есть им она понравилась. Она немножко тягомотная, нудная, ну, первый фильм. Так, еще вопросы? Да, Эль. Бывала ли эта идея полностью придуманная, или это было нечто большее, скрытое внутри вас? Опа! Верно, самая, как бы, можно сделать. Да, Олег, я сейчас, ну, суть своей нету, а то сейчас расскажу, пожалуйста. Восторожек, пожалуйста, в общем-то, в чем-то, в чем-то, в чем-то. На самом деле, нет. Историю мы взяли за основу, она у него немножечко отличается, ну, действительно, три странички будет интересно, прочитайте. И, ну, немножко пропустили через себя, но это скорее, вот как сказать, мы не взяли прямую какие-то аналогии со школы. Просто мне, например, очень хотелось сделать какую-то историю про школу. Фильм видела по-другому немножко. Мне хотелось другую историю. Мне хотелось сделать, что он санкетит, дети, нервски, отвратительные, они мучают учительницу. А может быть, потом учительница немножечко, и вот как бы, и никто не знает на самом деле. Нам повезло, команда выбралась такая, что как бы согласились, поверили. И у нас в основном все деньги ушли в производство. Да, да, слушай, мы даже, у нас даже артисты отказались в зарплату, но мы все равно не вызвали. Ну, где-то... 600 рублей в день. Было очень смешно, у нас был один мальчик. Ну, я спрашиваю, ты как вот там все? Он говорит, да, я тут чисто из-за бабок, я говорю. Я думала, вот такая, вы точно сказали, сколько мы его заплатим, потому что мы еще не расплатили. Вы все 100 долларов. Я говорю, да, а что? Ну, да, да, мне все равно родители не дадут эту фигню смотреть, поэтому я чисто бабки зарабатываю. Ну, много чего не получилось в этом ментажке, много чего, мне кажется, получилось, где-то мы что-то поняли. Вот, и мы хотим уже выше, дальше. То есть хотим больше идти туда, чтобы у нас у самих болит. Про животных, про преданность, я думаю, что у вас у всех есть история про преданность и про предательство уже в вашем возрасте. Желательно поступать туда, где вам нравится. И дальше я пошла работать на телевидение. Это уже было классно, здорово. И потом сошлось так, что телевидение мешало делать мне то, что я хочу. Но при всем при этом ты в любом случае на любой своей работе, в любой своей деятельности старайся полюбить то, что ты делаешь. Потому что если ты не любишь то, что ты делаешь, тогда, во-первых, ты сам учишься, а во-вторых, получается полная ерунда. Успех – это 100% не ерунда, на который на тебя повесили. Потому что это такое очень мимолетное ощущение твое лично. А вообще это личный двигатель. Вот ты все время должен двигаться. И чем выше ты собираешься, тем еще, еще, еще. Была бы возможность что-то на этом этапе изменить в своей жизни, исправить какие-то ошибки? Или по-другому сказать, чего не надо делать, чтобы не оказаться лузером? Время, время, время правильно определить. Я был балбесом в школе, я уже, мы говорили об этом. Так что я бы, правда, если бы я всем об этом думал, стремился бы тогда бы говорить, что я действительно хочу делать, 100% и причина. Потому что всегда причина, я тоже недавно понял, что у всех причин искренне искренне искренне, 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 и скрываются, на самом деле, не там. Я хочу когда-то размазки, я хочу снимать кино. Зачем? Потому что я хочу снимать кино, и потому что мне нравятся девочки, я хочу ее заполучить, поэтому я буду всем показывать, ну, то есть, какие-то свои всегда, не настоящий мотив. Вот. То есть, если бы я тогда понимал, что я действительно хочу, и точно наметил путь, я бы, наверное, не в 28 снял вот эту метражку, что я считаю, это для меня просто колоссальным ощущением. В 21. Нужно снять кино, ошибиться и идти дальше. То есть, если вы там захотите тоже быть кино-режиссером. Это вот, кстати, вопрос у Андрея Николаевича, что не нужно делать, чтобы не стать лузером, ни в коем случае нельзя сдаваться. Потому что, ну, правда, будет столько факапов у вас в жизни. Вот они не подаваются. Ну, реально, очень много. Поэтому нельзя ни в коем случае сдаваться. И говорить, ой, у меня не получилось в первый раз. Все, наверное, это не мое. Ой, наверное, все, я не могу. Как там вы выпустили, масса была претензий. Ах, тут какой, блин, зачем? А сейчас уже нет. Сейчас мы смотрим. Ну, в новом фильме уже, конечно, надо это... Надо расти, да. А расти на этом фильме нельзя, надо забывать. Вот сделать. Это не так, как не только кино, конечно. Это относится к любому другому делу. То есть, надо проходить этапы, идти вперед. Главное, вот еще важно в российское кино, не продаваться. Потому что многие, вот мы с Лешей обсуждали, многие, к сожалению, начинают за здравие, потом нужны деньги, семья... Мне кто-то, мне сценарист, наверное, сказал фразу, гениально, я сценарист, сорок, там, с лишним лет, я на него ору, как на мальчика. Ты понимаешь, что ты дебил, мне так надо, там, то, сё. Ведь я не буду, я не буду снимать, если ты так пропишешь. Я не буду, всё, я лучше пойду и закончусь, и не буду вообще кликать с ним. Он сказал фразу. Саша, тебе просто нужно кредит взять. Когда у тебя будут дети и кредит, как миленький будешь снимать кино. Всё, вообще, я, кстати, я его понял. Это было очень круто и точно. И всё, и дальше максимализм уходит. Но тут здесь элемент продаться. Вот та дружба, которая рождается в школе, это не пустой звук, ну, правда, это вот, вот они, здесь вот эти... Ну, я просто к тому, что, ну, многие всегда продолжают работу в школе, но не все пришли, поэтому я вас ждала. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.